сяомиты выгружают по 10 моделей смартфонов ежемесячно но большинству из нас конечно же интересные бюджетные смартфоны безумные 567 тысяч попугаев в антуту съемка в 4к 30 fps дисплей без всяких водопадов быстрая зарядка отличный комплект экран с частотой обновления в 120 герц gpu адрена 640 которого вам хватит надолго но в то же время ощутимый троттлинг в синтетических тестах заниженная яркость море брака и слегка неразумная сборка да и поменяли они здесь все кстати по минимуму стоит ли его брать сейчас разберемся тюб 816 всем привет вы на канале польза нет меня зовут саня канал домашний я все еще ценю ваше время рассказываю все максимально быстро и емко на канале ежемесячно разыгрывается 5 ми бэндов пятой серии за лайк подписку и комментарий к любому видео два смартфона north n100 и еще дополнительные розыгрыши условия которых вы всегда можете прочитать в описании к видео а теперь после мучительного двухчасового теста который у меня был онлайн при сравнении четырех телефонов на канале для стримов по ссылке в правом верхнем углу 10 основных фактов о телефоне пока x3 про разумеется под результаты синтетических тестов и примеры работы камеры тоже будут первое упаковка не меняется ничего супер фееричного нет все довольно прилично и привычно упаковано безопасно химии не воняет но и восторга не вызывает второе комплект приятен здесь вам и документация с наклейками и блок быстрой зарядки на 33 ватта вместе с кабелем даже чехол с телефоном в комплект не забыли положить к слову на экране телефона красуется заводская защитная пленка что мелочь но приятно хотя олеофобка у этой пленки ближе к печали чем к радости третье физических изменений относительно пока x3 nfc практически нет все та же вибрирующая крышка слегка изменилась расцветка тот же гибридный лоток под симки или засовывать внутрь две симки или симку и карту памяти беспроводной зарядки нет зарядка только по кабелю type-c корпус не люфтит и не скрипит сканер отпечатка пальцев без люфта и глюков хотя есть уже владельцы у которых от прикосновения кнопки питания девайсы моментально перезагружаются четвертое аккумулятор идентичен прошлой модели он здесь на 5160 миллиампер часов при том на нем даже маркировка сяоми осталось на один день интенсивного использования девайса хватает за глаза на 2 не хватит в целом емкости с запасом аккумулятор же со временем будет проседать как в принципе у всего 5 все что могли запихать из плюшек запихали есть миниджек для проводных ушей индикатор оповещений инфракрасный порт и совместимость со всеми чехлами от пока x3 nfc их прошлой модели в то же время вай фай не 6 bluetooth скромной версии 5.0 и внутри поменяли минимальное количество железа о нем далее 6 процессор qualcomm snapdragon 860 выдает просто отличные результаты в синтетике исключая стабильности например на стриме тротлинг был просто дичайший при тестах с холодного старта после него немного лучше стресс-тест в antutu все-таки получилось у меня пройти даже в чехле и это обнадёживает результаты его вы видите qualcomm adreno 640 по факту дает приличный запас если говорить о гейминге данного железа если ничего не полетит должно хватить на года два и разумеется геншинг импакт даже на средних настройках в режиме боя подлагивает очень даже прилично хотя в принципе довольно играбелен про неприхотливые танки и говорить нечего летают как самолеты в паб играть приятно и удобно единственное удручает размер его и вес ну ничего не поменялось такой же он тяжелый седьмое задняя часть смартфона выполнены из пластика как и в пока x3 nfc защита от влаги и пыли айпи 53 такая же скромная и бонусом идет здесь google глаз уже 6 версии для защиты экрана что круто да и скорость у оперативной памяти теперь уфс 3.1 и это уже вещь разумеется на выбор есть комплектация 6 8 гигабайтами оперативы и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти на борту восьмое отдельно хочется отметить экран и по спекам он полностью идентичен прошлой модели все те же full hd плюс тот же размер тоже плотность пикселей а вот яркость всего заявлено в 458 нет в режиме ручной регулировки в автоматическом режиме 534 не то что меньше чем у пока x3 nfc разумеется здесь айпиес и ошибки можно забыть а вот яркости на солнце вам может и не хватить но это уже другая история и точно не про бюджетников девятая камера с одной стороны она заметно хуже прошлой модели основной сенсор здесь уже sony imx 582 классом ниже максимум может снимать в 4к 30 fps но здесь есть два варианта или вы гиг и установите google камеру и мало чего потеряете или вы не видите разницу тогда вас будет беспокоить только то что для блогинга она хуже чем у x3 nfc хотя для той же инсты разницы нет никакой к слову я наснимал несколько сравнений с x3 и редми ноут 10 про вот вам пример работы камеры x3 nfc про сравнение может быть потом выгружу эрмитаж 4к 30 fps пока x3 про тест камера на крыше исаакиевского красота конечно красота конечно красота конечно и я уверен что моё 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 подразделение автофокус не супер тест селфи 10 по мне главное в смартфоне это не железо а программное обеспечение а у сяомитов с этим пока печаль эти 120 герц по плавности рядом не гуляли с 90 герцами у ван пласов с анимацией вообще у сяоми всегда беда рекламу нужно отключать отдельно ну а если вы пользовались huawei айфоном или пикселем грусть будет у вас еще больше но здесь есть другой момент цена за ценник немногим больше 220 долларов по ссылке в описании к видео и сейчас идет распродажа там еще дешевле плюс есть пока про микки аналогов на данный момент на рынке нет и вряд ли будет ближайшие месяцы три троттлинг в жизни аппарата практически никак не проявляется долговечность как вы понимаете в данном случае зависит от режима использования везения и положения звезд менять x 3 на него однозначно не стоит но если у вас на руках все еще редми ноут 7 или еще более древний аппарат этот самый доступный из альтернатив с мощным процессором gcam установить уже можно ночные фото печаль печальная советовать купить для перепродажи не буду потому что их уже много купили не факт что вы прямо сильно на этом деле сможете навариться еще учитывая что и брака хватает так что если будете рисковать и покупать то только для себя резюмирую идеальный маркетинг увенчался успехом 9 из 10 зрителей подобного обзора уже давно для себя решили купить ли данный аппарат за эти деньги с красивой цифрой 860 в названии процессора просто ничего нет и со всеми этими глюками браком и багами девайс будут брать пусть даже скрипя зубами сяоми демпингуют но при этом довольно сильно косячат предупрежден значит вооружен следующий обзор будет на редми ноут 10 про спасибо за просмотр ставим лайк за труды и подписываемся пишем у кого какие вопросы по девайсу добавляемся в телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии и в телеграм-канал взаимопомощи где больше 5000 человек также по ссылке в описании к видео девайсу да или нет польза нет даст ответ добра и удачи вам дорогие друзья